Киевский национальный университет театра кино и телевидения Много не мало. Мюзикл о прекрасной любви современных Ромео и Джульетты в Вестсайской истории. Смотрите дальше. Я просто безнадежно рада видать вас сегодня на наших танцах. Я когда еще был маленьким, мне отец ставил пластинки Берлстайна, а именно Вестсайскую историю. Конечно, отталкивался от мюзикла, но несмотря на это я шел от себя, от своей жизни. А здесь у меня такая роль на сопротивление, но она безумно интересная и очень сложная. В какие-то моменты для себя неожиданно открываешь, думаешь, о, здесь можно так, а здесь еще что-то сделать. Я думаю, что на это стоит прийти и посмотреть. Безусловно, это огромная радость. А начиналось все с того, что однажды руководитель актерского курса Киевского театрального Евгения Гулякина показала своим студентам знаменитую американскую киноверсию культового мюзикла 60-х «Вестсайская история» Леонардо Бернстайна. Студентов покорила перенесенная на современную почву шекспировская трагедия юных влюбленных. Загорелись мгновенно. Будем ставить дипломный спектакль. Но по-своему. Когда Евгения Александровна показала нам фильм, все, что мы увидели, нас так заинтересовало, что мы сразу влюбились в это. И потом Анатолий Георгиевич предложил. А давайте сделаем этот мюзик. Евгения Александровна скомандовала. Давайте, мы сделаем распределение. То есть ты, 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 ты играешь того, этого. И все, мы начали работать. Ну, во-первых, к постановке был привлечен наш известный актер, народный артист Украины Анатолий Хостякоев, который и был режиссером-постановщиком этого спектакля. По моему мнению, «Вестсайскую историю» как произведение надо брать чуть ли не каждый год. Там для студентов есть над чем работать. Там нужно уметь петь, владеть телом, быть драматическим актером. И это как пособие для актера. Это была такая радость, это было такое счастье возвращения и в прошлое, и в будущее, потому что это мюзикл на века, как Ромео и Джульетта. Важно то, говорит Евгения Гулякина, что с дипломным спектаклем студенты уже выходят на сцену учебного театра при университете, который практически работает как профессиональный театр. И это колоссальный заряд для старта в профессию. Очень важно для студентов, когда они учатся и после окончания идут в мир в эту профессию. Для них неоценимым является первый успех, который они получают в университете. Итак, бессмертный сюжет Шекспира перенесен драматургом Артуром Лоренсом в Нью-Йорк 50-х годов 20-го века. А режиссер Анатолий Хостякоя, взявшись за постановку, приблизил ее к 2000-м, усилив молодежный запал. Ведь студенты по возрасту играют таких же подростков из 50-х. И поэтому, я думаю, Евгения Александровна, зная своих студентов, совершенно правильно сделала, взяв висцайскую историю. Мы играем о нашем времени, о нас. Мы очень долго искали какую-то метафору, кого бы из них сделать, к примеру, современных футбольных фанатов? Или еще каких-то людей, которые собираются бандами? Но потом поняли, что мы играем историю Ромео и Джульетты. И то, что было одну, две, три тысячи лет назад, это осталось и до сих пор. Поэтому мы играем глобально в проблемы молодежи. Любовная история обречена на трагическую развязку, ведь в деле снова замешано свирепое соперничество. На этот раз война двух уличных банд, ракет и акул, англичан и пуэрториканцев за господство в верхнем вестсайде Манхэттена. Двое молодых влюбленных из разных кланов, Тони и Мария, пытаются сохранить свою любовь между ненавистью и насилием. Финал, как и у Шекспира, увы, печален. И только смерть примеряет соперников. Я рад, что Славка сыграл Тони положительную роль. Это очень трудно, это труднее, чем сыграть Бернарду. Я думаю, это большая школа для него. Студенческий спектакль наполнен новым дыханием, злободневной проблематикой и апеллирует к зрителю со своей сверхзадачей. Взрослым необходимо обратить взгляд на своих детей, на их незащищенность в современном мире, уверены студенты-актеры. Существует проблема непонимания между поколениями. Многие конфликты возникают именно потому, что взрослые люди не понимают молодежь. Мы как раз об этом играли спектакль. И Анатолий Георгиевич это пытался донести к зрителям. Это проблема поколений. Мне показалось, на сегодняшний день она очень важна. И поэтому я именно эту тему хотел вынести на передний план. Желание мое, моего поколения, понять тех детей, которым очень трудно разобраться и понять, что происходит в мире. И люди понимают только тогда, когда уже произошло непоправимое, как с Ромео и Джульеттой. Мы же об этом историю играем. О том, что люди могут понять, что они натворили уже после того, как что-то случилось. Но хочется верить, что они осознали, что это вражда. Она не стоит этих смертей, разбитой судьбы тех людей, которые умерли. Такие спектакли, как «Вестсайская история», где все роли интересны, это шанс для артистов проявить себя, раскрыть свой творческий потенциал. И особенные удачи, когда такая возможность предоставляется в студенческие годы. В принципе, мой папа когда-то играл Бернардо. Сегодня Паша играет эту роль. И папа это сделал по-своему. Ну, это было гениально, как он в том спектакле играл. А по сути, это же не главный герой. Это один из. Но он так играл, что смотрели именно на него. Я когда играл Бернардо, я постоянно бегал. Я не преувеличиваю. Не знаю, как это мне удавалось. Я буквально зависал в воздухе. У меня были такие драки. Создавалось впечатление, что это стоп-кадр. Ну, мне же было 18 лет. Анатолий Хостякоев, когда был студентом этого университета, тогда, в 70-х, это был институт, на этой же сцене тоже играл в легендарном спектакле «Вестцайская история». И вот новое прочтение в «Альма-Матер» спустя 43 года. Ну, тогда это было впервые в Украине. У нас получился потрясающий спектакль, на который было трудно попасть. И сейчас также они очень талантливый курс. Мы когда-то работали над этим спектаклем с Ириной Александровной Молостовой, где учился Толя Хостякоев, где я играла в этом спектакле. Конечно, мы почувствовали какой-то полет, но это шедевр, конечно, музыкально-драматургический. Анатолий Хостякоев, когда взялся за постановку в «Вестцайской» силами студентов, безусловно, рисковал. Мюзикл — это такой жанр, который не слишком привычен для университета. Тем более, что эта пьеса стала явлением поистине революционным. «Вестцайская история» навсегда подаровала представление театралов о мюзикле, как о легковесном жанре. Автор подарил миру трагедию в сопровождении музыки Леонарда Бернстайна. Потрясающая музыка Бернстайна. Ну а потом еще осознание того, что у него же корни украинские, у Бернстайна. Понимание этого подтверждает правильность того, что «Вестцайская история» идет на сцене Киевского учебного театра. Синтетические спектакли всегда рискованы для драматических актеров. Ведь здесь надо и петь, и танцевать, и все вместе. Актер должен уметь делать все. И сам должен спеть, и сделать дабл-трек, и под фонограмму правильно попасть. Работая над мюзиком, студенты многом научились. Например, освоили технический прием исполнения песен, так называемый дабл-трек. А над английским вокалом усердно трудились с педагогом Людмилой Третьяк. Это придумал мой папа такой ход, когда зритель сидит в зале, он должен стопроцентно слышать хороший звук, когда идет дабл, то есть оригинал. И мы поем под этот оригинал. Это было мое такое предложение. Но я убежден в том, что актер драматического театра должен уметь делать все. И под фонограмму. Как говорил великий классик современности Евгений Татарченко, «Живьем и дурак споет, ты попробуй под фонограмму спеть». И в этом я с ним согласен. Когда я учил песню «Мария», это было сложно. И когда мы работали с Людмилой Харлампиевной, она очень хотела, чтобы мы спели именно на английском языке, чтобы это звучало на языке оригинала. Она муштровала нас. Вы должны петь на английском языке. И мы выучили все английские партии, чтобы вот так вот все хорошо получилось. Евгения Гулякина рассказала, что взявшись за постановку мюзикла над сценическим решением, работали всем коллективом. И режиссер Анатолий Хостякоев, и хореограф Дмитрий Каракуц, и сами студенты-актеры. Ведь это прежде всего учебный процесс. Мы очень долго думали, что бы такое интересное сделать. Мы придумали эти канаты. Это здания, которые мы построили. Они создают атмосферу именно того времени. Мы очень долго репетировали. Наш хореограф Дмитрий Каракуц выжимал из нас все, чтобы у нас была и пластика, и мы смогли на достойном уровне это показать. Что он с ними сделал? Как он добился этого? Ну, я только удивляюсь. Я ему просто аплодирую. Каракуц очень талантливый человек, и я ему очень благодарен, что он взялся за эту сложную хореографию. Но никто же не ожидал, что дети запляшут. Надо было сыграть этот жанр мюзикла. Это непросто. Мне кажется, что этот спектакль является мастер-классом высокого уровня, например, по танцу. Здесь очень много внимания уделяется исполнению именно танцевальных партий. Изобразительное решение, живая музыка, авторская партитура Бернстайна, точенная пластика. Все это можно отнести к удачам, считает ректор Алексей Безгин. Но главное – игра актеров-студентов, которая подтверждает, что студенческий театр – живой, подвижный, развивающийся организм. На глазах зрителей рождались искренние чувства и неподдельные эмоции. Моя роль очень интересная. И вообще, мне кажется, каждый мечтает сыграть молодых во время учебы. То есть себя, свой возраст. Горячих, вспыльчивых, еще и испанцев. Мы же из Испании, такие, Пуэрто-Рико. То есть, когда ты играешь эту роль, ты растешь, как актер, как человек вообще. Просто у тебя появляется некий потенциал, откуда-то он берется. И это потрясающе – играть такую роль. Мой герой – это лидер. Лидер во всем. Без своих коллег, без своих ракет я никто. Они меня выбрали, и мы бьемся. Мы воюем за это место лидера. Я получил его, получил не только силой, но и умом. Работа над спектаклем продолжилась более двух месяцев. В последние дни репетировали почти круглосуточно. По кирпичикам выстраивали карпенковцы это театральное представление. Весь курс старался преподнести сюрприз преподавателям, зрителям запомниться и остаться яркой страницей в истории вуза. Этот спектакль, я считаю, является визитной карточкой нашего учебного театра в этом сезоне. И он идет с большим успехом, не только потому, что зрители его так воспринимают, а потому, что и актеры профессионально работают. Потому что это очень ценно, когда выходишь на сцену. Да, ты очень переживаешь, ты дрожишь, ты напряжена, но после этого такая благодарность, аплодисменты. И ты понимаешь, что живешь не просто так, и что твоя жизнь что-то значит. И ты оставишь после себя очень много. И это самое главное. Вообще, я думаю, надо больше внимания уделять этому молодому поколению, студенчеству. Все отсюда начинается. Есть творческий запал. И творческая жизнь в университете пульсирует. Она бурная. Мне это очень понравилось. Студенческие спектакли чаще всего, к сожалению, недолговечны. Потому что таков их сценический формат, учебный. Над их рождением работают создатели и вкладывают силы и умения. Потому и расставаться со спектаклем трудно всем. Ведь так хочется верить в продолжение истории. Мы будем стараться, чтобы все-таки его играть. Возможно, на каких-то свободных площадках, возможно, где-то на гастролях. Чтобы он жил. Он очень дорог нам. Вообще, я благодарен Нежинскому театру, который нам сделал гастроли. Это первая гастроли. Полный зал людей. Мы сыграли этот спектакль. Были слезы. Но это актерство. Это семья. Ну, да уже важко разлучаться. Очень трудно расставаться с ним просто до слез. Так хочется, чтобы он еще хоть немного жил. И его можно было показывать зрителям. Практически это их последняя совместная работа. Ведь редко бывает так, когда на базе курса создается театр. Хотя и такие случаи есть. У всего есть свое начало и есть свой финал. Но мы будем очень стараться, чтобы этот финал оттянуть как можно дальше. Потому что этот конец четвертого курса – это еще не финал для нас. И наш хореограф Дмитрий Каракуций, Анатолий Георгиевич Хастякоев, Евгения Александровна Гулякина, Наталья Вячеславовна Сульская. Но все равно приходится всегда расставаться с грустью, но и с радостью, что мы все же это сделали. И трудно было попасть на этот спектакль. Но собрали полные залы. И до сих пор люди ходят и спрашивают билетики. И до сих пор люди ходят и пытают к выточке. Вестсайская история – это мюзикл, в котором удачно соединились азартные исполнения молодых артистов, современная хореография и та основная мысль, которая проходит через всю постановку. Самая сильная стихия в мире – это любовь. Но и в назидание – это мудрый урок всем взрослым. Субтитры создавал DimaTorzok